МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Право есть". На дожде. Здравствуйте. Меня зовут Александр Попор. И я рад приветствовать вас на своем кулинарно-интеллектуальном шоу -"Право есть". Здесь, на телеканале Дождь. Сегодня мы продолжим наш уникальный следственный эксперимент по делу Елены Молховец. Будем готовить салат с кино и, конечно, консультировать по правым вопросам. Все это ждет вас впереди. Александр Рапопорт. Один из крупнейших российских специалистов в области корпоративного права. Управляющий партнер адвокатской конторы Рапопорт и партнеры. Готовит более 20 лет. Закончил несколько кулинарных школ. Ресторатор, кулинар, гурман. Сегодня у меня в гостях певица, телерадиоведущая и просто очаровательная девушка Юлия Ковальчук. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юлия. Очень приятно с вами познакомиться. Наслышно, наслышно. Как мне приятно. А я наслышал в прямом смысле это слово. Да. Представляете? Наслышно, какое слово замечательно. А насколько вы наслышаны, насколько вы погружены в то, что здесь происходит? Я надеюсь, сегодня погрузиться в это чуть глубже. Чуть глубже. То есть вы не очень знаете, что вы здесь делаете? Я знаю все, что вы делаете, Александр. Я очень любознательная, не любопытная, а любознательная девушка. Как-то звучит угрожающе. Да, но я надеюсь удивляться от тех каких-то рецептов, которые вы мне сегодня предложите. Ну, смотрите, первая часть вы знаете с Еленой Ивановной Молоховец. Да. И знаете, что произошло с ней, да? Конечно, ее не стало лет как сто назад. Впервые книга Елены Ивановны Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» появилась в продаже в 1861 году. Кухонная Библия выдержала 29 изданий, общий тираж которых составил около 300 тысяч экземпляров. Происхождение данного издания до сих пор остается загадкой, так как никто и никогда саму Елену Ивановну не видел стоящей на кухне и проводившей часы в кулинарных изысканиях. А выходившие книги под ее именем имели обязательные два слова. Составила и издала Елена Молоховец. Не сохранилось ни одной записи или рецепта, написанных рукой предполагаемого автора. А в личных дневниках нет ни малейшего упоминания о кулинарных источниках. Но несмотря на это, более полутора веков эта книга находится в центре читательского внимания. Мы решили самым простым, доступным для нас способом сделать следственный эксперимент и приготовить все 4,5 тысячи рецептов. Все 4,5 тысячи? Сегодня. А как? Сегодня? Ну да. Как хорошо, что я все отменила на вечер. Отменили на вечер. Я надеюсь, что мы поспеем к вечеру, поспеем. Кстати, мы каждый раз готовим по одному рецепту. Но идея приготовить все, чтобы посмотреть на скобку. Потому что мы не знаем на сегодня. Часть рецептов устарела. Часть, может быть, является... Ну, были какие-то уже промахи, вот невкусности. Да, пару раз. Ну, кстати, большей частью было, когда было непонятно вообще, что мы делаем. И с точки написания было прям невкусно, катастрофически. А потом оказывалось либо очень неплохо, либо прям потрясающе. Вот это получалось, кстати, достаточно часто. И, кстати, очень многое выглядело достаточно по-современному. Но были прямо вещи, прям какие-то... Прям совсем, да? Ну, вот я помню, когда мы там соленые горцы в пиво варили, вот прямо... Я, конечно, улыбался сильно в камеру, но мне было тяжело это перевести. Бабы там еще власти любят... Нет, хотя сегодня у нас будет что-нибудь ароматное и вкусненькое. Нет, ну, во-первых, вы же девушка капризная, мне сказали. И у нас четкий список, чего вы, ну, смотрите, это положительно для девушки, это хорошо. Я не капризная, я изборочно в еде. Вы изборочно, точка, вы изборочно. Вы изборочно, в принципе, и в еде в частности, правильно я формулирую? Совершенно верно. Отлично. Итак, поэтому мы сегодня старались сделать что-то... Ну, вот, словом, нежирное с Леной Ивановной совсем сложно, но мы старались. Да. Старались практически. Что там будет? Ну, там почти будет, смотрите. Мы сегодня выбрали вроде бы вещь такую странную. У нас сегодня немного странная, но... Суп-пюре с раков, нет, нет, не пугайтесь. С картофеля, с мясом, не то вы едите. Вот, смотрите. Суп-пюре с помидором. Как вы к помидорам относитесь? Я к помидорам отношусь... Не ем. Не ем. Нет, 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 на самом деле. Вот это было бы сейчас сильно совсем. Я помидор... У нас с вами помидоры сегодня на первое или на второе. Прекрасно. Нет, на самом деле помидоры я люблю. Так. Вот, я не люблю томатную пасту, потому что это все-таки консервант. А свежие помидоры с удовольствием. С удовольствием. Смотрите, мы на самом деле... Смотрите, что написала, Лена Ивановна. Мы готовим помидоры или готовы пюре. Мы на самом деле размолотили помидоры. Это честно, настоящие размолотые помидоры. Ну, это же, видите, это же не паста, это же помидоры. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, честно, честно. Нет, я должна следить честно за экспериментом. Какая вы вообще, на самом деле... Открывайте... А, кстати, самый главный вопрос. А как у вас дела вообще с кухней? У меня прекрасные дела с кухней. Я готовлю дома часто много и вкусно. Да ладно, а вы готовите. Конечно. Надо вообще составить психологический портрет. Поэтому я могу с вами тут, между прочим, еще и... Да? Да-да-да. Ну, смотрите, все, что мы делаем, мы добавляем сюда. Видите, у нас уже чуть-чуть горит. Сейчас мы снимем с плиты. Вообще, конечно, я хочу сказать, это прекрасно, когда ты стоишь на кухне с мужчиной, и мужчина делает все за тебя. И он готовит для вас, представляете? Боже, какая прелесть. Для вас готовит. Как вот начинается, так вы проведете, кстати, Юлия. Я могу просто стоять. Закрывать и открывать. Сложить в кастрюлю так. То есть здесь... А сколько здесь помидоров свежих? Вот здесь пять. Но здесь самое главное... Вот масло, конечно, чуть-чуть мы добавим, потому что так написано, Лена, главное. То есть в пять... В пять помидоров. В пять помидоров мы добавляем. Чуть-чуть. Она написала 100 грамм, но вы умрете от 100 грамм масла. Поэтому я вас берегу, мы добавим чуть-чуть масла. Какой вы приятный мужчина, Александр. Да я вообще забыл. Бережливый, я бы даже сказала. Добавили масло. Добавили масло. Единственное, что мы сделали, так добавили масло, потушить до готовности. До готовности. Надо чем-то помешивать, мне кажется. Да что вы. И крышку стоит. Крышку сюда. Отложить. Отлично, раз вы готовите. Вот и помешивайте. Подождите, сейчас я сделаю. Да не сильный огонь. Александр, совершенно банальнейший вопрос. Но меня как девушку, стоящую с вами на кухне, он дико интересует. На дико интересует. Неужели вы и дома своих близких балуете вот этими изысками кулинарии? Я вам отвечу на этот вопрос. Честно. Честно? Как юрист. Ладно, юрист-юрист. Как юрист, не юрист. Ответьте мне, как юрист, не юрист. Я вам отвечу честно. Во-первых, это красиво. Знаете, во-первых, я люблю готовить действительно. И готовлю, я думаю, я готовлю дома. В основном, конечно, по праздничным и выходным поводам, для того, чтобы произвести впечатление на приходящих гостей. Но могу ли я прийти в час ночи и до пяти готовить легко? Да? Абсолютно. Меня, правда, не часто пускают. Все, все, все сделалось. Все сделалось. Да. Все. Теперь читаем дальше. До готовности. Теперь мы должны добавить чуть-чуть муки. Чуть-чуть муки – это сколько? Там так и написано? Чуть-чуть муки? Немножко муки. Я думаю, вот на это количество… Все, главное, очень по граммам. Точно? Чуть-чуть муки. Прекрасно. Нам больше не надо. Я, между прочим, Александр, с вами в этом смысле чем-то похоже. Вы чем-то со мной похожи. Я, знаете, человек-импульс. Я могу в час ночи сидеть и подумать, что я вот прямо сейчас захотела шарлотку. И что вы думаете? Вы мчитесь за шарлоткой. 40, приготовлю ее. Приготовите шарлотку. А у меня к вам вопрос тогда практически лично. Вы ее съедите? Конечно. Она же горячая, самая вкусная. Но не целая. И в час ночи съедите шарлотку? Да, конечно, съем. Это правда. Редко, но метко. Теперь смотри, что надо сделать. Надо взять… Так, единственное, что мы сделали заранее, сейчас я вам все расскажу. Так, бульон. Овощной бульон. Морковка, сельдерей. Смотрите, репа. Репа. Да, обязательно. Потому что это входит в список основных корей Нелены Ивановны. Мы здесь приблизительно полгода только делали, что варили бульоны. Серьезно? Да. Сколько? Смотрите, на глаз. Думаю, да, вполне достаточно. Бульон пахнет настолько самодостаточно вкусно, что не хочется… Да, он хороший. Все, все, я думаю, что больше не надо. Уверены? Давайте… Так много бульона пропадет. Давайте… Нет, у нас еще бульон понадобится. Это мы сейчас только разводим еще немножко. Добавьте. Еще чуть-чуть. Мы сейчас все равно это все выльется. Все. У вас хорошо получается. Берите щечку. Поэтому, смотрите, Юля, дома готовлю. Да. Не каждый день. Но очень люблю делать самые бытовые вещи. Начиная от яичницы. Мне как хочется ее довести уже всегда до всем. Мне хочется дойти до самой сути. До совершенства. До совершенства, да, абсолютно. Может быть, здесь какой-то определенный особый способ приготовления. Скрэмпл. Знаете, мой самый любимый чуток, который совсем лет… Причем 35 секунд. Идеально. Чуть-чуть туда, чуть-чуть, красная крылья, прям чуть-чуть. Чуть помидор. Хорошо живут у нас юристы. Чуть-чуть, яйца с икры назад покушаю. Чуть-чуть, яйца с икры назад. Потрясающе вкусно, кстати. Я верю. Но я на самом деле, вот я лично… Ну, а вы какие ваши яйца любимые? Я не люблю яйца. Спасибо большое. Отлично. Так, давайте. Что делать? Давайте у вас хорошо получается. Мешаем. Так. Ай, вкусно пахнет, кстати. Идея сварить до мягкости. У нас, по-моему, уже достаточно мягко. Очень мягко. Нет, она должна немножко покипеть, конечно. Давайте мы добавим чуть больше огня. Это все-таки должно свариться. Вот она сразу и закипела, прямо в секунду. А потому что у нас такая плита индукционная. Знаете такое слово? Так. Прекрасно знаю эту слову, конечно. Да, слушайте, вообще все девушки делятся на две части. Вот я это уже понял. Вверх и вниз. Это каждая девушка делится на две части. А все, все девушки. Одни, которые… Вот нас до этого… У нас было несколько дней назад. Вот большинство все-таки девушек, которые категорически сегодня современных, не заходят на кухню. Да вы что? Да, вот мне нравится, вот на самом деле. Бегают от них мужчины 100%. Убегают мужчины, вы считаете, да? Да убегают 100%. Все-таки нужно мужчинам уже подкармливать, да? Чуть-чуть раз, а потом убегают. Все-таки считаете, что мужчинам нужно подкармливать, да? Обязательно. Вот этот кино так чуточку, шаг назад, так и шел сюда, шалоточка. А утром, утром вот это вот завтрак. Утром-завтрак, да? Конечно. А у вас, извините, можно про личную жизнь немножко? А вот когда вам утром завтрак, вы как это вообще? Такого не бывает в моей семье. Завтрак с утра только от меня. Только от вас. Окей. Как у нас там нравится? Ну, есть какие-то, есть какие-то особенности в каждом семьях, правильно? А, особенности в семьях. Да. Мне кажется, все классно. А можно попробовать? Нет. Ну, это скучно. Ну, сейчас попробуем, мы будем все про него знать. А что, мы еще что-то туда не добросили? Ну, мы вообще даже еще делать его не начали. Мы не начали его делать. Все. Теперь смотрите, что мы делаем с вами. Ну, вкусно пахнет. А потому что вы такая послушная, мне это очень нравится. Можете попробовать? Нет. Окей, хряк и все. И все на месте. Я не попробовала, я понюхала. Вы понюхали. У меня нету. А, вот. Ну, Александр, вы ходите справа-влево сзади. Я сейчас волнула вас. Я скажу сзади. Дело Малаховец. Ой, она горячая, не надо, Александр. О, она горячая. Кастрюля. И что? Ну, мы же будем сейчас переливать. Что? Нужно взять прихват. Вон, вон, специально варежки. А, я понял. Давайте тогда наоборот. Встаньте, поменяйте со мной местами. Это какая-то специальная кастрюля? Возьмите. Да, ну, конечно, на все специальные. Возьмите ложечку. Мы будем протирать сейчас немножечко, да? Да, да. Как вы все знаете, слушайте, как с вами легко вообще. Вонечка. Просто. Ну да, тогда это будет прям настоящий. Ну да. Сейчас вот так красиво сделаем. Да, вот так все. Красота просто неземная. Все. Мне кажется, это пюре для каких-то деток или для тех, у кого проблемы с желудком. Это вы считаете так, да? Ну, окей. Ну, чтобы не пережевывать ничего. Я правильно делаю? Да, давайте я только подниму чуть-чуть, посмотрим, что происходит. Все отлично. Да, прекрасно. Теперь просто, ну, вы как-то единственное, что вы это делаете, по-моему, слишком нежно. Ладно. Это чуть-чуть брутальности дайте. Ну, как же можно брутально делать девушке? Это правда. Ну, все-таки на кухне, если вы уже берете... Эх! Да. Потом так не протрем. Ну, уже на самом деле двигается, да. Да нет. Мне кажется, просто... Может быть, дать вам побольше ложечек? Нет? У вас пока нормально все? А, есть побольше ложечек? Нет, на самом деле, он так хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, нет, не из-за... Нет, это хорошо. Прилетело мимо. Бандитская хуля. Она вот так пах-пах-пах, две штуки. Бандитская томатная хуля. Смотрите, я так на самом деле на вас наезжал потихоньку, а вы так тихо, спокойно, уверенно. Да? Ну да, так уже... Вот мужчины, они обычно вот так начинают сначала на женщин наезжать. Они надо бы чуть-чуть подождать. Вот он раз-раз-раз... То есть вы считаете, что все-таки надо подождать? Это приносит какие-то плоды? Я уверена просто. Что надо уметь ждать? Я просто убеждена. Надеется. Вот так. Так, давайте... Еще? Так, на самом деле мы уже близки. Ну, все. Ну, я... Было бы смешно, если я не вставил свои три копейки, не самое сделаю. Во-первых, там вот эти вот последние капли, они, пожалуй, самые вкусные. Так, давайте сейчас вместе это отнесем. Давайте. Нет, даже по-другому. Вот. Отлично. Все. Это обратно на плиту. На плиту. На плиту. На плиту, да. То есть мы сюда что-то еще будем добавлять? Да. Теперь мы включаем... Нам надо включить огонь. Мы включили. Огонь. Огонь, есть. Теперь мы с вами... Вот то, что мы только что сделали, протереть сквозь ушлак. Долить бульон. Бульон. Да? Долить бульон. А сколько написано «долить бульона»? Написано, смотрите, я же вам очень четко сказал. Чуть-чуть. Леон Ивановна, все идеально. Долить бульон написано. А, вот так, да? Да, я думаю, что надо еще пол-ложечки. Да. Долить бульон. Идеально. Долили бульон, как написали в книженке. Ну, хорошо, можно еще даже, наверное, долить бульон. Чуть-чуть, да. Александр, а вы вообще любите томатные супы? Вы знаете, я на самом деле люблю, в принципе, вообще люблю, точка. А дальше все зависит. В принципе, все люблю. Да, дальше зависит. Ну, томатный суп, бывает томатный суп, бывает томатный суп. Вот я не люблю, как бы в теории, я никогда не любил пасту с томатами. Но пару раз я ел такую вообще пасту с томатами, что понял, что нельзя вообще обобщение плохие. А вы знаете, что вот томатные супы не рекомендуют людям, которые... Начинаются подагры. Желудки больные. Желудки больные. Вы знаете, вообще... Вы знаете, достаточно сильная кислотность у супа. Смотрите, пока мы с вами не закончим, сюда надо добавить, я это тоже сделал до вас, разваренную перловку на воде. Как я люблю перловку. О, слава богу, господи, довезло. Это воспоминания моего детства, я так любила. Да? Вот в лагере куда-нибудь приезжаешь... Вы ездили в пионерский лагерь? Я сначала ездила как ребеночек, а потом еще как вожатая. Как вожатая вы ездили? Я еще два года была пионер-вожатой. Застали? Я застала. И у нас такие были специальные лагеря для самых активных деток. Вы самым активным были? Я была сначала самым активным ребенком, а потом еще самым активным вожатым. Самым активным детком вы были? Нет. Самая активная детка. Слушайте, ну это вкусно будет. Не знаю. Вообще, мне кажется, перловка недостойно забыта. Вы считаете, она забыта? Я считаю, да. Потому что все-таки, зайдя в любой московский и не московский ресторан, крайне редко можно увидеть блюда с содержанием перловки. Даже сегодня появляются модные крупы. Вы как к модным крупам относитесь? Это какие? А вот мы с вами будем готовить во второй части нашей программы. Ну-ка, приоткройте мне секрет. Что это за мод? Кино. Я не знаю, что это. Или вы выйдете сегодня обогащенной. Вы говорите какие-то странные слова. Это самые модные последние пять лет. Как называется? Кино. Это так называемая псевдокрупа, которая идет от девушки, начинает Голливуду по всем мире, потому что это единственная крупа, это псевдокрупа, которая оставляет, в ней ген молодости находится. А тут люди, кино, а вы тасутесь рядом. Да, да, да. Отлично. Право есть. А расскажите мне, касающиеся молодости. Во-первых, надо мешать тихонечко. Мешаем. А что у нас сейчас вообще с творческой жизнью? Что вы делаете? С творческой жизнью у нас прекрасно все. Потому что прямо сейчас я снимаю новый ролик на новую песню. Клип. Да, клип. Клип еще используется слово? Как вы желаете. Как вы желаете. Как вообще все легко с вами. Вот. Заканчиваю работу над альбомом и как раз к концу весны. У вас это сольная программа. Уже как пять лет. Да. Уже как пять лет. Я подумал, вдруг какое-то новое объединение с кем-то. Нет, спасибо. Мне так хорошо. Одно просто прекрасно. Вам хорошо одно, да? Мне прекрасно. Мне великолепно. Вот это вот ощущение свободы, пожалуй, это самое ценное, что есть в моей жизни. Ощущение свободы. Да. Ощущение иллюзии свободы, правда? Нет, у меня ощущение свободы. Вот у меня прям свобода. А вот на завтрак, вот вы только что про завтрак говорили, я понял, что нет свободы. А это не свобода. Это не свобода. Это желание мое. Я же могу этого не делать. Это свобода, это осознанное желание, поэтому это всегда иллюзия, правда? Ну, послушайте, смотря к чему относиться, я же если говорю сейчас в первую очередь про работу, которая занимает больше, чем 50% моей жизни. А у вас работа занимает много жизни? А гастроли? А, хочу сказать, у вас. А гастроли? Все, это и есть. Это у вас гастроли, вы часто гастролируете? Да, то есть вы так активно... Ну, я люблю очень. Любите гастроли? Я люблю летать, я люблю садиться, приземляться. А вот когда-то серьезно, вот обычно, смотрите, как мне нравится, Вы любите то, что большинство уж девушек точно ненавидит вообще? Не боитесь летать на самолете? Я ничего не боюсь. Вообще ничего не боится? Нет, это ложь. Я лгу. Нет, ну, конечно, боится. Я лукавлю, конечно, я боюсь. Я знаете, чего боюсь? Ну? Я боюсь непредсказуемости, неожиданных случаев от меня независящих. Вот что я боюсь. То есть вы любите, когда ситуация под вашим гандролем? Да. Это ужасно. Скажите, а вот то, что вы сейчас... Мне кажется, мужчины не любят таких женщин. Хотя... Мужчины любят таких женщин. Мужчины любят всякие, знаете. Так, что мы делаем? Мы ждем две минуты, пока это все чуть-чуть хотя бы скипит. Даже одну. Так. Сейчас мы это быстро выключим. Ну, пахнет очень вкусно. А по поводу альбома, как называется, расскажите мне. На название я еще не могу вам сказать точно, потому что... Это сложный вопрос. А песни старые, новые? Нет, песни будут все практически новые, ну, то есть, за исключением тех, которые... А вот с одним словом стиль могли бы назвать? Вот вы поете, вот что вы поете, да. Это популярная музыка. То есть это... Безусловно, но просто я стараюсь сделать ее достаточно качественно. Я свожу все в Америке. А вы сводите в Америке. Да. То есть вы считаете, у нас все-таки нет... Вот мне все время показывают какие-то студии потрясающие. То есть вы все-таки считаете, что свести у нас не могут? Да. Уши нет таких. Да, вот это правда. У нас потрясающие есть музыканты, у нас есть очень хорошие аранжировщики. Но вот люди, которые умеют правильно все слышать так, когда ты включаешь больше, ты включаешь себе вандеры, и там каждый маленький колокольчик слышно. Вот у нас, к сожалению, этого нет. А там вот... А что это все-таки? Это отсутствие чего? Школы, техники? Школы в первую очередь, на мой взгляд. Школы в первую очередь. Композицию, сведенную у нас, и тут же композицию, которую я пересводила там, и, конечно, люди говорили, да, разница колоссальная. Ой, ну что я могу сказать? У нас наступает такой полумомент истины. А вот у вас принято приготовить, а потом попробовать. Попробовать? Нет. Вы шутите? То есть все-таки девушки странные, даже самые продвинутые. Если вы хотите сказать, что вот вы сейчас готовите, у вас была иллюзия, что вы будете это есть? Конечно. Я, кстати, не обедала, и не завтракала. Значит, я вам скажу честно, у нас же две части программы. Первое, это не мы с вами, мы шутили. Первое, это не мы с вами готовили, вы знаете, да? Да, это не мы. Это Елена Ивановна. Мы сделали все, что сказала Елена Ивановна, поэтому мы сейчас пробуем и честно с вами, глядя в глаза друг к другу, голубая мама, говорим откровенно все, что думал. Во второй части, чуть сдерживаемся, там все-таки мои какие-то идеи, да, мы что-то добавим вот так вот напрямую как-то так мягко подносим. Да, я все-таки достаточной степени ранимый человек, поэтому... А вот здесь вот, смотрите, мы берем ложечку. Так. У Елены Ивановны написано, что это необходимо подавать с греночками. Вау! С греночками. Дальше мы берем с вами тарелочку. У нас есть приметы, приметы. Для того, чтобы все получилось, мы чокаемся тарелочкой. Приятного аппетита. Так, что-то странная, конечно, еда, кстати, световая она. Ну, кстати, если откровенно говорить, вот вы скажете, что вы думаете. Ну, такая перловочка. Я вряд ли бы стал бы поражать кого-то этим, но... Для любителей томатных супов, я думаю, что блюдо будет приятным. Ну, что-то такое томатное. Ну, для тех, кто не любит вот такие, там, такие кисловатые супы, овощные. Ммм. Вот. Ну, неплохо, но не вауах-вауах-вауах. Я бы сказала так. Ну, перловочка хорошая. Все-таки что-то хорошее, это вес. Отлично. Тогда мы попросим сейчас помочь убрать у нас на кухне. Будем готовиться ко второй части нашей программы. Продолжение следует...